Десна ТВ Новости Главные темы выпуска Настроение позитивное, все радостные и веселые, все классно очень Десногорск вместе со всей страной отметил День России Привлекаем дополнительные ресурсы людей и специальную технику для того, чтобы постараться завершить эту работу пораньше Сроки ремонта теплосети сдвигаются Сводка криминальной обстановки за неделю Мне нравится, что и в зале можно и на улице позаниматься Воспитанники солнышко любят спорт А теперь подробнее об этих и других новостях С завтрашнего дня начинается новый расчет пенсионного возраста Правительство одобрило законопроект Повышение будет поэтапным, каждый год возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода Теперь мужчины будут отправляться на заслуженный отдых не в 60 лет, а в 65 Женщины в 63 года вместо 55 Первые изменения могут произойти уже в 2019 году Смоляне признались в любви России Напротив городского почтамта активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры Нарисовали мелками огромное сердце в цветах российского триколора Каждый смоленин мог подойти и написать рядом с флагом, что для него значит Россия В результате вокруг нарисованного сердца появились надписи Люди, мир, честь, дружба народов, добро, радость А также иероглифы, которые означают эти же слова Их оставили иностранные студенты А в Десногорске в День России на Центральной площади прошли торжественные мероприятия И развлекательная программа, посвященная этому дню Подробности далее По традиции началось все с развлечения маленьких граждан нашего города Детский праздник Микрошка, организованный Центром культуры и молодежной политики Гремел на площади у фонтана Волонтеры «Оса» и «Поколение» вместе с малышами прыгали и скакали Играли в активные игры, проводили конкурсы и викторины на знания истории России Ребята активно принимали участие в забавах Водили хороводы и ручейки В общем, веселились от души Хорошо очень, нравится Тут очень весело и не скучно Хорошее, веселое, мне понравилось, очень нравится Позитивно, все хорошо, весело Мне нравится приносить людям радость, особенно детям Видеть улыбку в глазах Ну, вообще весело с ними веселиться Как бы окунуться в детство тоже вместе с ними интересно Вы вместе с ребенком, смотрим, участвуете Как вам вообще праздник? Отлично, настроение позитивное Все радостные, веселые, все классно очень Особой восторг у ребятни вызвал конкурс, в котором им на щечках рисовали символ нашей родины – триколор А затем площадь засияла разноцветными красками, рисунки и надписи на тему «Я люблю Россию» украсили брусчатку Чувство патриотизма в этот день захватывало всех – от мала до велика Я рада за свою страну, что у нас это хорошо Путин у нас хороший мужик, так что это все хорошо Самое главное – это то, что мы все вместе Мы единая страна И очень здорово, что сегодня во всех уголках нашей страны походят такие замечательные мероприятия Здорово, да? Здравствует Россия! Я в этот день чувствую гордость за свою страну Все, кто пришел в этот день на площадь, стали свидетелями регистрации двух новых маленьких жителей нашей большой страны В торжественной обстановке заместитель главы города Александр Новиков вручил свидетельство о рождении сына Егора семье Фомичевых и дочери Анастасии семье Сосновских-Шупляковых Очень сильно безумно счастливы, чтобы главный малыш был здоровенький и крепенький Для нас это самое главное Новорожденные получили свой первый официальный документ А пятеро десногорцев, которые достигли совершеннолетия, в торжественной обстановке получили паспорт гражданина Российской Федерации Это очень круто на самом деле, получить паспорт Потому что ты чувствуешь себя уже совсем взрослым И понимаешь, что теперь ты можешь быть наказуем законом Завершились праздничные мероприятия концертной программой «Будем всегда Россией гордиться» Подготовленной коллективами художественной самодеятельности Центра культуры и молодежной политики У клещей, снятых со смолян, находят возбудители опасных инфекций По данным управления Роспотребнадзора, с начала года специализированной лаборатории Смоленска исследовано 246 клещей В 19 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза Зараженные клещи были доставлены из 8 районов, в том числе и Рословского Только за последнюю неделю с укусами к врачам обратили 130 человек, из них более 30 дети Лето, время ремонта Участки вскрытой теплотрассы и работающая техника – привычная картина на улицах нашего города Любой ремонт сопровождается различными неудобствами Долгое отсутствие горячей воды в квартирах непривычно для наших горожан И поэтому вызывает некоторое недовольство Мы расскажем, как проходит ремонт на самом большом участке теплосети И как долго нам ждать горячую воду В настоящее время проведены гидроиспытания на самом большом куске теплотрассы города К которому подключены 2, 4, 6 и 5 микрорайоны По результатам испытаний выявлено 8 дефектов В том числе 2 на крупных узлах в районе дома 43 в 6 микрорайоне И около центра информации Нитрина Ремонтные работы ведутся согласно графику Мы планируем восстановить полноценную циркуляцию объектов 2, 4 и 6 микрорайона К 22 июня Это соответствует графику Ну и конечно мы прикладываем усилия Привлекаем дополнительные ресурсы людей и специальную технику Для того, чтобы постараться завершить эту работу пораньше Разумеется, без нарушения каких-то регламентных требований К проведению подобного рода работы Чем больше мы сегодня поймем, где у нас возможны проблемы Тем больше мы этих проблем устраним Поэтому все выявленные дефекты Очень хорошо, что сегодня они нами обнаружены в начале летнего сезона У нас есть ремонтная кампания и позволит нам в полной готовности прийти к зиме Теплосети нашего города прошли солидный срок эксплуатации И при ремонте требуют особенного внимания и затрат От качества выполнения работ зависит, насколько бесперебойно Десногорцы будут получать горячую воду в зимнее время Перекресток УТЦ, несмотря на все предпринятые меры безопасности, продолжает собирать свои жертвы 9 июня в 17.40 на светофоре столкнулись автомашины Форд и БМВ По официальной информации, авария произошла в результате того, что водитель Форда при повороте налево по зеленому сигналу светофора Не уступил дорогу БМВ, который двигался со встречного направления прямо На место происшествия оперативно прибыли полиция, автоцистерна пожарной части номер 15, машина МЧС и скорая помощь В результате ДТП пострадали 4 человека Все они были доставлены в медико-санитарную часть номер 135, где им была оказана скорая медицинская помощь Мы еще раз напоминаем, что соблюдение правил может сохранить не только вашу жизнь, но и жизнь всех участников дорожного движения А что еще произошло в Десногорске за неделю, расскажет майор полиции Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях Из них 5 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 107 административных правонарушений, в том числе 88 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К ответственности привлечены 4 человека Закат огромной Луны сняли на видео Запись была сделана при помощи телескопического длиннофокусного объектива с расстояния в 16 километров Благодаря этому кажется, словно Луна размером с гору А люди, которые наблюдают за восходом Солнца на гребне горы, совсем крохотные Видеоролик опубликовал канал APOD Videos Автор – испанец Даниэль Лопес, профессиональный видеооператор Впечатляющее зрелище снято на рассвете в горах Канарских островов Спутник Земли на видео можно рассмотреть во всех подробностях Видны все моря, горы и кратеры У воспитанников детского центра социальной помощи семье и детям Солнышко Активная летняя оздоровительная программа 13 июня наша съемочная группа посетила тренировку ребят в спортивной школе Воспитанники Солнышко посещают реабилитационный центр на протяжении всего лета Педагоги готовят для них обширную развлекательную программу Ребята участвуют в культурных и спортивных мероприятиях Два раза в неделю они посещают спортивную школу В начале тренировки – разминка Одно из обязательных условий перед активными играми Занимается с детьми тренер спортивной школы Александр Каненков После физкульт-минутки мальчики оттачивают технику правильных отжиманий Далее – спортивные игры Вышибалы, догонялки, футбол Что тебе здесь нравится? Все игры Расскажи мне про них Ну там баскетбол, волейбол, собачка и догонялки Тренер нравится И еще нравится, что и в зале можно и на улице позаниматься Многие дети после летних каникул записываются сюда в кружки Им очень нравится ходить сюда, потому что много игр, движений Ребята, естественно, после тренировки устают, приходят и отдыхают Спортивные занятия помогают ребятам снять усталость, повысить работоспособность, улучшить внимание и память И в заключении о погоде 15 июня в Десногорске будет тепло Днем плюс 20 возможен дождь Ночью плюс 13 переменная облачность На сегодня это вся информация Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru С вами был Виталий Волков Увидимся Редактор субтитров А.Семкин